Товарищи, сегодня плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Обекновенный фашизм. Современная форма его проявления». Читает лекцию. Первый секретарь от фронта, Виктор Акачкинки. Всем добрый вечер. Мы уже не первый раз рассматриваем в той или иной постановке вопросы, связанные с наиболее лекционными проявлениями политики империализма. Сегодня решили, посоветовавшись с ректором, поставить его в более прямой, конкретной постановке. Почему? Потому что актуально. Актуально. Молины часто стали употреблять. И мы сами в своих публикациях частенько указываем на те или другие проявления фашизма. Говорим о сползании политики российских властей в сторону фашизации. В тех материалах, когда мы разбираем ситуацию на Украине, в Сирии, ну и в целом-целом ряде других вопросов. Это вот с одной стороны. А с другой стороны и наши и союзники, и политические оппоненты, то есть субъекты на политической поляне, то и дело, так сказать, используют этот термин, значит, не всегда к месту. Но и либералы, и правые, и левые, и консерваторы, и в бесконечных ток-шоу на телевидениях. Вот тут Соловьева, посмотрите, там то и дело проскакивает. Или фашизация, или власовцы друг друга там. А что говорить, даже, значит, иногда в горячих спорах между, вроде бы, товарищами по борьбе. Нет, нет, и тоже, так сказать, там. То есть, частенько этот термин, фашист, фашизация, используется как такое, знаешь, усиленное ругательство. Значит, а если еще с ударением, то и, так сказать, сам такое. Я бы в какой-то степени сравнил их подход к предмету сейчас. Сейчас вспомните, вот, с нашей лекции, с изучением вопроса об оппортунизме. Вот Владимир Ильич в свое время, значит, в работе, дай Бог память, русский радикал задним умом крепок, указывал, что напрасно у нас вот этот термин оппортунизм употребляют и считают просто ругательским. Это явление, да, с которым надо разбираться и надо его понимать. И описывал он нам, что, значит, оппортунист это не какой-то там предатель. Он не покидает свою партию, он не предает ее. Он может из сил выбиваться служить партии, но вот так получается, что он соглашатель. Это его главное качество. Вот он жертвует коренными интересами движения в угоду сей минуты. Это я напомнил, потому что мы дальше, продвигаясь по теме, еще вспомним с вами про оппортунистов, которые, значит, тоже, уже так или иначе присутствуют в анализе, кое-где способствуют фашизации или приходу фашизма в власти. А пока, значит, входя в тему, мы, наверное, вместе договариваемся, что фашизм это явление, да, его надо проанализировать, изучать, и, наверное, нужно дать ему определение. Потому что вообще всякая наука, она начинается с определения. Так, чтобы говорить на одном языке и друг друга понимать, и вообще, значит, изучить историю вопроса. Вот название нашей темы вынесено «Обыкновенный фашизм», так, имея в виду, что мы все считаем, что мы знаем, что это такое. Мы все смотрели замечательный фильм «Рома». Мы все изучали, по крайней мере, здесь большинство присутствующих историю, в школе, кто-то в институтах, так сказать. Наверное, у каждого в семье есть, значит, участник войны, там ордена хранятся, значит, и прочее, прочее. И поэтому, значит, большинство людей наших, товарищи, по крайней мере, считают, что они в этом вопросе разбираются и могут ответить, что это такое. Ну, вот если на бытовом уровне мы начнем спрашивать, да, что чаще всего скажут, что такое фашизм, кто такие фашизмы теперь? Ну, чаще всего вспомнят, что это 41-45-е годы, это те, которые напали, значит, на нашу страну. Ну, дальше по-разному, но все примерно скажут, что это не люди, это изверги, это человечко-ненавидческая идеология, да, это такие изверства, которые... И справедливо, конечно, справедливо, что это, значит, с лица земли хотели стереть, и газовые камеры были, и страшные пытки были, и была программа уничтожения целых народов, да, порабощения их, и вообще-то, так сказать, тут... Ну, был бы у нас урок литературы, мы бы там дальше углубились, и так далее, но при всем при этом, что мы признаем, что это так, действительно, зверства редкостные, и даже, так сказать, ну, трудно понять, как к этому вообще вот такое-то вменяемые люди могли подойти, что ли, да, по этому делу, но спросим сами себя, а главное ли это, главное ли это качество фашизма, и оно ли определяет? Вот в определении, значит, как нас учил и Гегелей, так сказать, товарищи, которые здесь лекции читали, что в определении главное качество надо вот найти, выделить, показать и посмотреть, да? И вот, исходя из этого мы верим, да, вроде это все-таки не главное, потому что зверства, они бывали и в другие времена, и в других системах, и в других, значит, государствах, когда-то людей могли на кол сажать живьем, значит, там четвертовать, на костре сжечь, потому что он или еретик, да, или там это самое колдун, или наоборот, говорит, что она вертится и вперед, значит, это все-таки не главное, и не в этом суть, и так далее. Значит, нам, чтобы подойти к определению фашизма, значит, сегодня несколько легче, потому что за нас во многом эту работу проделали наши предшественники, да? Значит, коммунисты, причем не просто кто-то там из вождей, а, значит, коммунистический интернационал, который, а, стоит это дело отметить, предвидел фашизм, и, б, дал ему научное определение, так? Значит, при этом, значит, особо надо подчеркнуть, что фашизм – это есть продукт определенной стадии развития капитализма, да? А именно империализма по этому делу. Значит, и вот еще на шестом конгрессе Коминтерна, на шестом, это я специально подчеркиваю, что, значит, речь идет о том, что еще фашизм к власти не пришел, да? Значит, определение будет несколько позже. В программе Коминтерна было указано, что комбинация социальной демагогии, коррупции и активного белого террора, наряду с крайней империалистической агрессивностью в сфере внешней политики, являются характерными чертами фашизма. И при этом используется антикапиталистическая фразеология, очень активная и так далее. Садитесь, пожалуйста, носите, не стойте, не смущайтесь по этому делу. Вот это очень интересный момент, и его стоит особенно отметить, что, значит, фашизм проявляется в политике империализма в вполне определенные моменты. Чаще всего это тогда, когда капитализму приходится не сладко, или когда есть соответствующие условия. И направлена эта политика прежде всего на подавление рабочего движения, левого движения, на подавление, значит, революционного движения как опасности самой капиталистической системы. А для того, чтобы народные массы вводить в заблуждение и отвлекать от революционной деятельности, вообще от борьбы за, так сказать, собственные права, значит, фашизм, с самого начала своей деятельности очень активно использовал инструмент социальной демагогии. Даже социалистическую фразеологию. Вот очень интересно, значит, привести высказывание самого Муссолини. Ну, послушайте, да? В основе фашизма лежит концепция государства, его характера, обязанностей и целей. Фашизм понимает государство как абсолют, по сравнению с которым все отдельные лица или группы имеют относительное значение. То есть, тезис общего фашисты преподносят как преобладание над частным, в том числе над различными коррупционерами, жуликами, ворами. И в их пропаганде борьба с так называемыми эксплуататорами, мерзавцами, капиталистами и так далее, она занимала очень-очень солидное место. И все это делалось для того, чтобы преподнести фашистскую политику, фашистский режим, чуть ли не как народную революцию. Значит, можно привести целый ряд высказываний, цитат, в том числе фашистов не только немецких, а английских, итальянских и прочее, прочее. При этом авторитет государства, стоящего выше всяких партий и выше всяких фракционных интересов. Это вот, для просто преподнести сам стиль, которым ведется агитация и которым, значит, преподносятся, значит, их тезисы и прочее. При этом надо сразу отметить, что немецкие фашисты, ну, нацисты, которые нам всем известны, в этой агитации, в этой программе, ну, вот этой социальной демагогии продвинулись дальше других. И недаром они в название самой партии взяли, значит, национал-социалистический, еще и рабочая партия, и так далее, по этим делам. Для чего это делается? Все, для того, чтобы выдавать фашистское движение зареволюционное, ну, и, соответственно, как я уже сказал, народная революция, приход власти и прочее, прочее. Но, при всем при этом, интересы капитала, интересы капитала, они в цифрах очень явственно показывают, что они являются приоритетом деятельности фашистов, да, и фашисты это не какие-то пособники капитала или чего-то, это проводники, это сам капитал в соответствующей форме, которая идет. Интересно отметить, что монополистический капитал Германии, вот, не просто, так сказать, привел Гитлера к власти, история известна, финансирование он начал фашистов еще, значит, в 20-е годы, когда они только-только поднимали голову, и финансирование было направлено, прежде всего, на обеспечение партийной деятельности. Значит, как они постепенно росли до тысяч функционеров, которые занимались именно партиями работы и деятельности. Но одновременно, одновременно, да, как только фашисты пришли к власти, значит, получил и отдачу. Вот смотрите, значит, сразу после прихода фашистов к власти промышленники создали фонд Адольфа Гитлера, в котором отчислялось около полпроцента от общей суммы заработной планы рабочих и служащих. Всех? Всех. Все крупные промышленные фирмы, капиталы, компании и прочее, прочее. Вот показана одна из них. Фарбен Индустрии выплатила фонд с 1933 по 1944 год около 80 миллиардов марок. Так? Ну и миллионные суммы переводились непосредственно не в общий фонд, а непосредственно на счета СС и других национал-организаций. В 1933 году по указу Гитлера при правительстве был создан Генеральный совет экономики, в который вошли представители крупнейших монополий, да и в самом правительстве в первом составе, да и последующих, были прямые представители наиболее крупных известных финансовых кругов фирм. Паппин, Гугенберг, Крупп, Шахт и прочее, прочее, прочее. И пошли, поехали. Как написано в многотомной истории немецкого рабочего движения, ну это уже, конечно, социалистические времена, что власть оказалась в руках партии, которая наилучшим образом отвечала классовым интересам реакционнейших групп немецкого финансового капитала и других самых реакционных кругов. То есть, пока вот эти все примеры, да, тут, значит, интересное высказывание можно привести, вот тот же Крупп, да, Крупп, что промышленники готовы действовать в унисон с политической необходимостью. Вот красивые такие, еще-еще раз показывают, что это не просто, как бы сказать, две союзничащие силы, что ли. Это единая, единая система, которая в силу тех обстоятельств, которые было, значит, создалась и далее действовала и привела к тем результатам, которые мы с вами можем вспоминать, наблюдать, анализировать. Еще, наверное, я приведу одну цитату, чтобы дальше двигаться в нашем графике, ну для понимания процесса. Яркая такая характеристика, фашист там, значит, дана, Пальмиро Тольятти, ну это лидер итальянских коммунистов, большинство знает, который в статье «Италия в тисках фашизма» писал, вот послушайте, после 18 лет пребывания у власти, вожаки фашистской банды, которые в 22-м году жили по законам уголовного мира, сделались капиталистическими магнатами, владельцами домов и дворцов, собственниками огромного недмиживаемого имущества и фабрик. Они заседают в университетных советах, трестов и концернах, монополизировавших в своих руках все народное хозяйство. Предатель нации, как церковная мышь, нищий ранее журналист Бенитто Массолини, выклянчивающий субсидию иностранного посольства и крупных промышленников, сегодня стал одним из крупнейших капиталистов страны. Это я эту цитату, ну так вот, время потратил, в том числе для того, чтобы на ум заложили, когда мы немножко будем говорить о России, современной и прочей, да, вот можно будет, так сказать, вспомнить, а как за такие короткие времена создались такие капиталы и, соответственно, какой политики ожидать, как чего идти. Имеются также вот таблицы, на которые стоит посмотреть, но я сейчас не буду их там, которые показывают, что с развитием фашизма, с приходом фашизма в власти, фашистов в власти, так, значит, идет укрупнение капитала, концентрация капиталов, да, и в промышленности в всю большую долю занимают те фирмы, так, которые с более и более крупными капиталами. В данном случае здесь за критерии взяты немецкие фирмы, где, значит, капиталы компании имели свыше 50 миллионов марок тех, соответственно, не сегодняшних, да, и если где-то в 32-м году в общем капитале таких было порядка 49%, то к 41-м году их стало уже 61%, то есть на 20% больше. Вот это еще и еще раз говорит, что, значит, интересы, интересы крупных капиталов, интересы того, что мы называем империализмом, по соответствующей ленинской теории, они, значит, в прицеле фашистов стояли на первом месте, они к этому делу, так сказать, двигались, и отсюда, значит, мы можем сделать однозначный вывод и можем его еще подтвердить тут и раскладками, и особенно интересны вот по таким фирмам Круп, Мессершмитт и прочее-прочее даются, да, как у них росли, росли объемы производства, прибыли, значит, и прочее-прочее. Значит, сейчас, ажди, где-то есть такие бьющие по мозгам. Например, фарбер индустрии за 7 предвоенных лет увеличил прибыли более чем в 9 раз, да, Круп скромнее, но у него и объемы поболее, будь здоров, как. А вывод пока один мы сделаем, что фашизм это продукт империализма. Вот это однозначный и так далее. Значит, Коминтер подходил к выработке определения фашизма не вдруг, не сразу, не то, что Димитрова озарил, он, так сказать, написал, остальные проголосовали. Значит, я упоминал выписки из, там, какого, 5-го, 6-го конгресса Коминтерна, да, а на 7-м конгрессе Коминтерна, это наиболее, наиболее, что ли, значит, в развернутом виде, было дано определение такое. Фашизм у власти, вот прошу отметить, что именно речью это не просто фашизм, да, а фашизм у власти, когда, то есть, есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Особая форма классового господства буржуазии. Фашизм это власть самого финансового капитала, да, как мы помним из теории финансовый капитал, это, значит, продукт империализма, продукт слияния монополистических промышленного капитала и банковского капитала по этим делам. Фашизм во внешней политике, это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов. Вот это главное качество фашизма, политика империализма. При этом, значит, заключается оно в том, в отбрасывании всех норм приличия, в отбрасывании буржуазно-демократических норм и применении открытого насилия и террора. Значит ли, что вот это главное качество, оно, значит, зачеркивает все остальные? Нет, конечно, потому что мы с вами знаем и все можем назвать, и правильно сделаем, что назовем, что, значит, кроме этого у фашизма, значит, присутствуют такие качества, как мы можем, агрессивность, да, значит, подавление рабочего движения, обязательное качество фашизма, антикоммунизм, антисоветизм, ну, в нашем понимании, обязательное, обязательное качество, это, как мы уже упомянули, использование института социальной демагогии, именно для обмана, для лечения масс и движения по этим делам, так, значит, проявление крайнего шовинизма, опора на мелкобуржуазные стлои, чаще всего взбесившихся собственников в результате, там, трудностей, кризис и прочее, и так далее, милитаризация экономики, то есть, все эти качества по отдельности, они не обязательно всегда присутствуют все вместе, но в той или иной мере, так, тем более, учитывая, что, ну, есть понятие границы, когда и совмещаются, и происходят, может быть и может не быть, эти качества, значит, мы можем наблюдать и сегодня, ну, а если мы их наблюдаем, то мы можем, так сказать, делать определенные выводы, и главное, наблюдать за тенденциями, в какую сторону тенденция идет, нарастает, развивает, или наоборот. Что мы имеем сегодня? Вот, если мы вот это определение фашизма для себя, так сказать, запомнили, то первый вопрос, можем ли мы сегодня употреблять вот это определение и считать его справедливым, потому что кое-кто не согласен, в чем есть, как вы скажете, хорошие наши товарищи даже, которые, которые сомневаются, что они не совсем так, значит, значит, мы считаем, что можем, мы это, я имею в виду, ну, те исследования и те оценки, которые давала российская коммунистическая рабочая партия и в основном международное коммунистическое движение. Почему можем? Потому что, значит, мы не раз говорили, и лекции здесь проводили, что современная ситуация в мире, хорошо, полностью описывается ленинской теорией империализма и ей объясняется. А поскольку это так, а фашизм это есть производная, так сказать, или продукт империализма, то и это определение мы считаем сегодня вполне, значит, можно употреблять. Проявления фашизма могут быть разные, проявления могут меняться, да, но сущность фашизма, как политика наиболее реакционных кругов капиталистических, она остается, значит, действенной и на сегодня применимой, так. Сейчас мы подходим к вопросу, который иногда представляет предмет спора, в том числе в наших кругах, в том числе в международных кругах, а именно, где мы сегодня можем наблюдать фашизм и, так сказать, его проявления, и можно ли это характеризовать как фашизм. Значит, отмечено, отмечено не только нами, но и нами в том числе, что после крушения Советского Союза, после временного поражения социализма, так, значит, реакционность политики международного империализма резко усилилась. Это объясняется, ну, многими факторами, в том числе и соперник исчез, в том числе исчез сдерживающий фактор примера, когда в силу примера Советского Союза империалисты, значит, вынуждены были в своих странах идти на уступки, значит, рабочему движению, профсоюзному движению, трудящимся в широком смысле этого слова, и вводить целый ряд социальных гарантий, там, обеспечения и прочее, прочее. И эта агрессивность проявляется часто во внешней среде. Вот замечено такое явление, значит, наверное, одним из первых его описал, значит, Фетисов Борис Лаврентиевич, да, где-то на рубеже двухтысячного, так, года, значит, что во внутренней политике, значит, страны капиталистические, имея в виду наиболее продвинутые, развитые и прочее, сохраняют порядок и, как использование, буржуазную демократию для обеспечения своей диктатуры, а вот во внешней политике, они отбрасывают нормы международного права, нормы, так называемой вот этой общепринятой буржуазной демократии и переходят к прямому насилию. Причем это прямое насилие осуществляется в том числе не один раз с прямым игнорированием мнений таких институтов, как Организация Объединенных Наций, да, там различные международные соглашения, акты и так далее. И таких примеров мы с вами можем насчитать немало, да? Ирак, помните? Повод создали, показали какую-то там пробирку, потом ошиблись, ошиблись, но растоптали, разбомбили, повесили, повесили, так сказать, там этого самого легального на тот момент. Не потому, что мы его не защищаем, это тоже деятель был, будь здоров, какой, и с коммунистами там обходился, но сам факт, какая они есть, буржуазная демократия была попрана, растоптана, кроме Ирака бы, Югославия, да? То же самое. Прямое насилие введено в действие, и кроме этого, что у нас было еще? Ливия. Ливия. Потому что вообще, а Ливия, она среди арабских стран, наверное, наиболее, она наиболее просвещенная, наиболее социально обеспеченная, ну, и по всей, дружная, с той же Францией, там, с западными демократиями. Ну, а, значит, вслед за этим, значит, просматриваются, просматриваются такие, значит, вещи, как Сирия, да, а затем и близкая нам Украина. И это надо отметить, вот, последние, особенно две стороны, как, 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 я бы сказал, творческий подход фашистов к делу. Да. Потому что речь идет о том, что здесь используется метод не прямой, внешней агрессии, подняли там, так сказать, соответствующие крылатые ракеты, авиацию с кораблей и пошли бомбить. Здесь идет речь о том, что инициирована соответствующая, значит, сила, мракобесная, темная, наиболее там, и прочее, прочее, внутри, внутри, самих, значит, этих государств, значит, с внешним влиянием. В Сирии больше, потому что там съехались всякие разные, значит, религиозные экстремисты, деятели, которые выращены тоже и поставлены были, так сказать, под ружье. Но в Украине меньше, там был использован опыт другой, да, опору на метод бюджетную среду, значит, остатки и наследие, значит, с бандеровских времен и соответствующим влиянием и прочее, прочее, но подход один, значит, внешнее управление, внешнее финансирование, внешнее идеологическое воздействие и поощрение, да, политическое и прочее, которое приводит, в конечном итоге, к выступлению с попыткой, значит, осуществить переворот и установить соответствующий, значит, мракобесный режим. Значит, на Украине получилось, в Сирии, слава Богу, не получилось, но тем не менее, мы описываем это дело как звенья одной цепи. Поэтому мы с вами и на лекции, когда проходили ситуацию на Донбассе, помните, говорили, что справедливо, во многом справедливы наше определение, украинский фашизм. Украинский, потому что по местному проявлению украинский, украинский, по носителям украинский, ну, там, эти Азов батальоны идут, правый сектор, украинский, и так далее. По националистической идеологии, украинский, москаляку, нагеляку, кто не пляшет там или не скажет. Тут Москаль. Да. Украинский, да, по флагу, по истории героизации Бендера и всякой этой самой унаусу, украинский, украинский, а по источнику? А по источнику нет. Потому что, если бы не было вот этой поддержки, этой фундамента, опоры, в виде, прежде всего, американского империализма, да и сил ЕС, вряд ли смогли бы хвост поднять эти недобитые деятели и устроить то, чего они, в конце концов, провели и устроили. Поэтому, вот это явление, да, значит, в нашей публицистике, в том числе, в РКРП, значит, мы часто описываем термитом фашизмный экспорт. И, с одной стороны, с одной стороны, мы так, я, по крайней мере, за себя говорю, что он довольно точно отражает суть явление, но в то же время, значит, вызывает немалые критики, которые говорят, ну, это получается, что вроде бы как взяли отсюда и туда привезли. Да, не в этом дело. Не так. Значит, и на термине-то можно особенно не настаивать. Важнее сказать, что это явление, которое вот мы сейчас с вами описывали, разбирали, оно существует. И в корне этого явления, конечно, лежат те процессы, которые происходят внутри капиталистических, эмпидалистических стран, в их внутренней политике, а вовне она просто вытекает, выражает, да, находит выход в таком самом виде. Значит, один из первых вопросов, которые, ну, часто задают, суды, безусловно, требуют ответа, да, что, слушай, но ведь сегодня нет того вот крайнего шовинизма, что был у Гитлера, его, этих пособников, да, ну, нет уже тезису, что давай-ка мы изничтожим, так сказать, там, неполноценные народы, цыгане, евреи, там, ну, по крайней мере, это самое, не, не очень это прямо высказывается, а вот вопрос, как нету, это хороший вопрос, и мы его, конечно, должны, значит, подтвердить какими-то аргументами. Значит, первый раз, вот мы, значит, делали заявление, я имею в виду ЦК РКРП, секретари, в октябре 2004 года, кто сейчас помнит, из стариков, тогда штаты отличились бомбежками Афганистана, плюнули на всех, и сами подняли, пошли, и по городам, и по, как всегда, предлог, борьба с терроризмом, а на самом деле, да, и вот, значит, там, лозунг, лозунг, демагогический лозунг тех же нацистов, у них, с нами Бог был, значит, а теперь, значит, тогда, тогда был президентом Буш-младший, Буш-младший высказался, и мы тогда это подчеркивали, Бог не нейтрален, ну, дальше, видишь ли, раз Бог не нейтрален, а Соединенные Штаты Америки, они очень, вот они в 2004 году выполняли свою миссию Бога избранного народа таким образом, а затем, если вообще проследить высказывания американских президентов, практически у каждого, у каждого из них в той или иной, значит, трансформации можно найти подтверждение вот этого шовинизма, ура, причем шовинизма в мировом масштабе, Обама говорит уже, смотрите, более, более, так сказать, как бы, целевизованно и более масштабно, американский народ имеет, американская нация имеет особую ответственность перед всем миром, то есть, сверхчеловеки, которые были там эти самые так называемые гитлеровские, значит, фашисты, осужденные и прочее, прочее, они, конечно, примитивно выглядели, а сегодня появились те, кто несут ответственность перед всем миром, которые, так сказать, демократию устанавливают везде, всюду и прочее, прочее, двигаются вперед, очень к месту из тех параметров, которые мы с вами перечисляли, да, что не только главное качество, а еще сопутствующие, вспомнить, подчеркнуть, что практически обязательным атрибутом всех фашистов является воинствующий антикоммунизм, да, при этом, почему это нам с вами надо вспомнить, а потому что с чего начинал Адольф создание антикоммунтерновского пакта, так или нет? Да, а сегодня вот те самые страны, которые значит, в большинстве своем очень неплохо устроились, как раз под крылом фашистской Германии, кстати, и многие воевали на ее стороне, сегодня составили так называемую цивилизованную Европу и через свои якобы демократические институты в лице ПАСЭ, это парламентское сомнение, в лице инструментов Евросоюза пытаются всем навязать мысль о том, что фашизм и коммунизм имеют одни и те же корни в виде так называемого тоталитаризма. Известна теория? Известна. Кто ее, кстати, подкинул? Левые, во многом евролевые, да, в том числе евролевые, которые в Европарламент сейчас ходят и так далее. То есть, вот они, где крайности смыкаются и прочее все эти самые дела идут. Поэтому, 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 вот эти элементы мы с вами тоже должны отслеживать и смотреть. Поэтому совсем не случайно в той же Украине становление вот этих деятелей после переворота происходило одновременно с чем? Ну, кто памятники там, кому в первую очередь сносили? Ленину. Ленину, да. А затем дальше развивалось, затем дальше развивалось в уже не только Ленину, а все производные, все советские символы, все советские памятники, все могилы, так сказать, советских воинов и пошло, поехало и двигается и так далее. В своих рассуждениях мы, конечно, должны так или иначе все одно подойти к нашей матушке России и спросить, а что у нас получается, если у нас опасность фашизма в России? Так? Потому что есть мнение такое, что наш народ получил прививку, да, прививку от фашизма, потому что мы в Тойвер не потеряли там 27 больше, меньше миллионов людей, да, каждая семья имеет потери, поэтому, значит, какой у нас фашизм, разве это возможно ли, Чикотов? Сложный вопрос, но на примере тех же наших братьев, братьев, на Украине мы можем сказать, они ведь тоже прививку получили, потому что украинцы по потерям, которые понесли в Великой Отечественной войне, по количеству героев Советского Союза на душу, скажем там, народа или что-то, это одно и то же практически, тоже прививка была, а что мы видим? Поэтому относиться к этому делу так просто, что да нет, до нас это не найдет, не может быть и так далее, не получается, неправильно это не может быть. Опасность, конечно, такая есть, более того, эта опасность, она уже проявлялась в действии, мы видели. Значит, отмечено такое явление, что вот, как мы с вами сказали, главная вот эта характеристика и качество фашизма, отбрасывание всяких демократических норм и переход к прямым методам насилия, оно происходит в нужные моменты, ну, фашистам нужные моменты. И когда этот момент наступает, то получаем. В России такой момент был в нашей новейшей истории, был в 1993 октябре, когда мурло фашизм вылезло, когда дави их раздавалось, когда законно избранный, демократический, вполне буржуазный парламент был расстрелян из танков, вот это элемент фашизма. но при этом мы с вами наблюдаем такое явление и вывод такой можем сделать, что это не обязательно надолго, вот фашизм если пришел, то фашизм это и есть спасение, спасение вот этой реакционной политики империализма, да, на каком-то периоде, а дальше он снова пытается надеть на себя маску демократии, да, это можно наблюдать в 93-м году у нас после совершенного переворота, так сказать, и закрепления маска была надета в виде так называемого конституции на крови и выборов, да, и мы с этой конституцией до сих пор существуем, ее только приукрашивают, причесывают, облагораживают, наряжают там всякими рюшечками и прочее, прочее. Но Украине то же самое, переворот осуществлен и выборы, вроде бы как эта самая маска демократии и избирают, опять вспоминаем тот признак, который называется социальной демагогии, ориентация там на народ, на массы, слуга народа, слуга народа, правда там значит избавиться от сопутствующих факторов, замаскировать скажем их так совсем не удается, ну в том числе тут и Донбасс свою роль сыграл и так далее, поэтому он с явными проявлениями значит второстепенными или сопутствующими скажем так, нельзя сказать, что второстепенными фашизмом существует до сих пор, я имею ввиду там и законы языках, там и значит героизация Бендеры и антисоветизм и антикоммунизм, который уже возведен в рамк закона и не допускается до выборов и там запрет партии, ну и прочее, прочее в этом деле, то что идет. Значит, поэтому в России мы с вами определенные признаки наблюдаем, и эти признаки вот надо различать фашизм во власти, то определение, о котором мы говорили, которое действительно научное, и фашизм в идеологическом проявлении, да, значит, в идеологическом проявлении антикоммунизм есть? Есть. Антисоветизм есть? Есть. Антирабочая политика есть? Еще раз. Есть. Ура, патриотизм, который с национализмом, так сказать, сопрягается и крепится. Есть. Есть. Социальная демагогия есть? Есть. Ну, я не говорю, что это самое, значит, социальное расслоение и интересы самых крупных капиталов, они не забыты. Нет, и все цифры, если мы проведем. Поэтому, конечно, когда мы говорим о фашизации или сползании в сторону фашизации политики, практической политики нынешних российских властей, я думаю, что это вполне справедливо, значит, называть их, что это действующий фашизм и так далее, пока не приходится, но это пока, так сказать. А чем все это может закончиться, это, товарищи, вопрос, в том числе, к нашей работе, к нашей позиции, а вывод так, поскольку мы уже про Украину много вспомнили, он главный, что мы в своей разъяснительной работе должны показывать, что власовцы, они не лучше бандеровцев. У нас флаг государственный, тот, который воевал вообще-то на, так сказать, другой стороне, баррикад, в ту войну, которой все гордятся и все говорят, что народ победил там и прочее со всеми этими делами, так. Значит, что мы еще хотели рассмотреть из возражений, так, к этим делам. Я бы хотел сказать, что вот в тех спорах, которые идут на исторические темы, в том числе с хорошими товарищами и с очень приличными партиями, коммунистическими даже и так далее, очень сложными являются те вопросы, которые касаются, значит, Коминтерна, Великой Отечественной войны и возможных союзов, союзов в борьбе с фашизмом, с различными буржуазными демократиями, буржуазными силами. Ну, вот, например, есть такая оценка, ее, значит, ну, в какой-то степени, значит, разделяет и даже выдвигает греческие наши товарищи и прочее, что Коминтерн совершил ошибку, когда, когда, значит, с началом Великой Отечественной войны, с началом Великой Отечественной войны, был снят лозунг прямую о том, чтобы коммунистам во всех странах бороться, так сказать, за свержение своего капиталистического правительства власти и за то, чтобы наоборот все силы призывать к войне против фашизма именно, да, что главный враг фашизм, а не капитализм как таковой и тому подобное. Значит, вот чувство этих людей можно понять, но с точки зрения оценки реальной ситуации, с точки зрения я, значит, научного, что ли, подхода, я думаю, что с ними никак нельзя согласиться, потому что в тот момент задача спасения, задача отпора фашизму, который имел целью раздавить первое в мире государство рабочих и крестьян, который имел целью раздавить коминтерн, раздавить большевизм как таковой, это у Гитлера, так сказать, прописано в его книгах там, так далее, это была главная задача, и для того, чтобы под эту задачу призвать даже буржуазные силы, даже буржуазные демократии, даже тех всех не коммунистов, антикоммунистов со всего мира, именно и был сделан этот, так сказать, разворот коминтерна в пропаганде, агитации и прочее, это был мудрый ход, это был, значит, единственно правильный выход, можно сказать, что Советский Союз, во главе с тем же Сталином, и генеральным, и верховным, сумели заставить, сумели заставить силой буржуазных государств, мощных буржуазных государств, бороться против, значит, фашистов, против нацистов, ну, в том исполнении, и так далее, и как бы было по-другому, если бы, это, конечно, неблагодарная задача, чтобы мы сейчас, значит, разбирали, но мы должны помнить, что у них-то в планах было сначала как раз и направить, и стравить всех вместе, так сказать, и руками этих самых фашистов раздавить Советский Союз, и социализм, и рабочий, крестьянской Красной Армии, да и сразу после войны вектор политики их так развернулся, что, значит, со стопроцентной там, или как уверенностью говорить, что нам все было по плечу, мы бы и тогда могли, и прочее, прочее, да, это, я думаю, что, ну, легкомысленно, поверхностно, хотя, вопросы эти сложные, и, разбирая уже вопрос о распуске коминтерна, тоже, ну, имеемый объяснение этому процессу, примерно такие же, что выстоять надо было, но, значит, конечно, после победы, после того, как была война закончена, значит, найти формы более эффективного взаимодействия коммунистов всего мира, вернуться к идее коминтерна, к построению коминтерна, соответственно, к реализации лозунга пролетария всех стран соединяйтесь, наверное, могли в более удачной форме, чем мы имели на самом деле. Ну, и заканчивая, переходя к вопросам, значит, мы, мы, я думаю, должны ответить на вопрос, а что делать-то вот так вот, ну, если нам сейчас говорить, вот что делать? имеется в виду, что делать нам, как коммунистам здесь, да, и как РКРП, и как другим коммунистическим силам, партиям, и что делать в рамках мирового коммунистического движения между своими отрядами, тогда, ну, наверное, прежде всего нужно сходить из того, что надо называть вещи своими именами, так, называть вещи своими именами, и действовать в соответствии с наукой коммунизма, имеется в виду и определения фашизма, если не согласны с этим, давайте свое, или как, но отсюда вытекают ведь следующие шаги, отсюда вытекают шаги в оценке тех событий, которые происходят на Украине, это не просто гражданская война, как пытаются кое-кто представить, в том числе те оппортунисты, которые в рядах КПУ значительно способствовали приходу к власти этих деятелей, разоружению трудящихся Украиной идеологическому и организационному, да, то есть, вот это первый шаг, что надо называть вещи своими именами, руководствоваться научной теорией по этим делам, ну, а дальше, значит, как в свое время Владимир Ильич говорил, что борьба с империализмом, если она не связана напрямую с борьбой против оппортунизма, есть пустая лживая фраза, да, вот и сегодня борьба с фашизмом, если она отрывается от классовой борьбы, от борьбы с империализмом, то есть, с капитализмом, собственно, она превращается просто в красивую фразу, и таких у нас вообще образований, одних антиимпериалистических фронтов, если на сегодня, так сказать, вспомнить, есть, ну, несколько штук, а может быть, даже десяток, и одних антифашистских комитетов даже в России существует, и либералы имеют антифашистский комитет, и движение антифа есть, и пошло, и поехало, и поэтому, если работа не направлена на развитие классовой борьбы, на развитие борьбы самого трудового народа против капитализма, против капсистемы, это в лучшем случае наивная, так сказать, обмама, в худшем случае это вылится в помощь, так сказать, нашему классовому противнику, так сказать, это вам. Значится, вот, пожалуй, что все, так, вот, пожалуй, что все, значит, давайте перейдем к вопросам, потом к заключению вопросов, второй, матросы вопросы пишут, так, первый вопрос, согласны ли вы с выводами товарищей из фонда рабочей академии об отсутствии в России финансового капитала и невозможности установления фашистской диктатуры в стране нашей сегодняшней. Ну, мы уже ответили на первую часть относительно опасности и возможностей, что я думаю, что это ошибка, что все это вполне возможно. с точки зрения наличия у нас финансового капитала, значит, можно спорить о масштабах, значит, можно спорить о его весе, так сказать, но сама тенденция, она безусловна. Россия уже империалистический хищник, хищник молодой, но с хорошим аппетитом, и если сегодня она оказывает определенные положительные воздействия, ну, той же Сирии помощь, то это объясняется никак не ее благостными пожеланиями, значит, не солидарностью братской или как таковой, а прежде всего интересами тех же российских, молодых, но уже, так сказать, вполне сложившихся империалистических хищников. Поэтому, значит, с этим тезисом, я думаю, что надо работать и надо прежде всего наблюдать за тенденциями. Тем более, что, значит, мы уже говорили и в лекции я упоминал, что истоками являются внутренние причины. И внутренние причины в сегодняшней России, в империалистической России, они толкают в сторону фашизации режим. То, что сейчас реакция у нас усиливается, значит, провеет правительство, все больше гаек закручиваются, меньше общепризнанных норм демократии остается. Это, между прочим, изнутри, а не извне нам несут и двигаются. так. Дальше считаем, можно ли считать политику России в отношении Сирии и Украины, так сказать, как антифашистскую, как помощь этим делам? Нельзя, но по факту помощь России, той же Сирии, да, и той же Украине, она направлена на то, чтобы фашизм там не поднимал голову. Сирия это прямая помощь народу и так далее, на Украине это сдерживающий фактор и помощь самому Донбассу. Мы это дело объясняем, как трещинами в лагере империалистов, которые мы должны использовать и даже должны раскачивать. Поэтому вот наша партия РКРП, она не только, ну как бы сказать, отрицала эту помощь, возможности, а даже требовала большей помощи России, тому же Донбассу. Мы положительно оценили вхождение Крыма в состав России в этом плане. Но эти явления это результат межимпериалистической борьбы, межимпериалистических противоречий. Ну и соответственно можно ли считать покровительство западного империализма и поддержку ими Навального попытка экспортировать фашизм в Российскую Федерацию? Ну значит я думаю, что так вопрос ставить нельзя. А в принципе значит эти явления это тоже борьба. Борьба капиталов на международном уровне. Так значит и об этом мы говорили предупреждали еще дай бог памяти в девяносто первом году когда на съезде учредительном съезде РКРФ давали оценки что Россия в сильном развитом виде на международном рынке никому не нужна. Ну не нужна зачем поэтому значит когда капитализм здесь значит наберется устаганиться так мы столкнемся с теми противоречиями с той борьбой и есть реальная угрозность угроза в том числе потеря государственности российской в том числе и развала России тоже на несколько частей вслед за СССР это мы должны понимать это не потому что там злые силы сидят и нас ненавидят потому что это реально экономические интересы это диктует ну диктует и весь патриотизм Путина и его команда он заключается в том что мы сами способны эксплуатировать свою трубу мы способны а те говорят лучше бы вас разделить по границам республик по Уралу по тому посему вот поэтому в данном случае эти силы и носители этих экономических интересов они используют того же Навального помогает ему в определенной степени хотят провести хотели бы провести здесь значит такую производную от киевского майдана но тогда в этом плане вот и все рассматривать это как экспорт фашизма я думаю не стоит в данном случае так какие-то еще вопросы мне просьба подписываться надо вообще-то любая или агрессия крупного государства это фашизм нет конечно не любая агрессия и вообще так бы сказать вопрос можно задавать так нам задают этот вопрос отвечаем вот агрессии были во времена советского союза но почему-то мы некоторые некоторые события отождествляем и называем фашизмом а некоторые нет по этим делам поэтому значит в каких-то случаях мы оцениваем это как традиционную или обычную войну как например во Вьетнаме да хотя там были ужасные а в других случаях говорим что это был фашизм например в Чили да переворот мы же оценили это дело как фашизм и так далее именно исходя из тех определений которые мы с вами проходили или еще был пример режим тех же черных полковников Греции да по этим делам так про финансовый капитал мы уже говорили а вот спасали сша сша себя осуществляя бомбошку ливии или нет значит ну как осуществляя внешнюю агрессию осуществляя внешнюю агрессию в определенной степени империалисты сша или других стран они спасают себя тем что они внутреннее напряжение переносят вовне в широком смысле слова решая и экономические интересы расширяя сферы влияния ведя борьбу за рынки и сферы воздействия отвлекая внимание на внешнюю агрессию от внутренних проблем и так далее поэтому в определенной степени конечно они так сказать свой империализм и сложности внутри значит спасают гасят и прочее почему часть рабочих становятся фашистами не только же из-за обмана Чижевский спрашивает ну Слав что значит не только же из-за обмана или как это самое значит прежде всего из-за обмана конечно не из-за обмана а из-за самообмана потому что он ведь идет туда не с мечтой стать фашистом да и кого-то там убивать или чего-то значит его это дело захватывает и он идет за государство за значит святую как-то великую Германию а у нас там за святую Русь или еще куда-нибудь пойдет за собственный дом матерей там и прочее прочее ему объяснят что Германию ниже наскорблена то что было после первой мировой войны раздавлено значит отодвинута от раздела мирового рынка и прочее прочее поэтому о чем речь так сказать это очень просто делается можно на более примитивном уровне посмотреть что у нас мало как бы сказать материалы из которого можно фашистов лепить смотри тут понаехали тут там эти самые которые черно там азеры и прочее прочее вот от темноты прежде всего от пропаганды от воздействия на эти дела от того что делают привычным деление людей на господ и слуг а следующий шаг ведь простой вот саму идею этого деления перенеси на целые народы вот тебе уже фашисты когда один первосортный элита и прочее а другие должны где чего-то фашизм имеет ли смысл это выражение нам это то же самое и фашизм во внешней политике а я уже сказал что в принципе мы же не настаиваем и мы даже не раз писали что делают не в термине мы говорим явление есть это вот которое описано есть ну давайте его по-другому назовем или как но с нашей точки зрения оно оно как бы сказать хорошо описывается этим термином вот это понимаешь поэтому другой давайте другой тогда придумаем или как чего-то но с нашей точки зрения это именно значит проявление фашизма и главное что это проявление которое ну имеет имеют опасность к росту из этого из этой искры или из этого небольшого огня очень-очень легко раздуть вплоть до мировой и там этой самой божьи пламя и здесь как раз опять же спорный вопрос но часто его задают и так далее а что же нам так сказать не вмешаться в прямую помощь так сказать там это самое донбассу и не вступить в войну с украиной и так далее мы же видим что там фашисты надо в конце концов помочь освободить украинский народ от этой нацистской власти или почему-то я думаю что такая постановка вопроса она ну так сказать для детей которые в Чапаево играют она правомерна но мы-то с вами понимаем что вообще вот этого бы больше всего хотели те же значит империалисты США ну запада может меньше потому что в Европе вряд ли хочется иметь что-то такое но втянуть вот в эту свару два братских народа это святое дело им бы на руку бы было вот цифры я к сожалению не взял с собой но показывают что цифры нашего товара обмена с Европой за времена вот этой кучи ну с 2000 примерно там 10-го 14-го годов до сегодняшней упали по-моему товарооборот раза в два упал с Европой наш российский так далее и одновременно растет товарооборот США с Европой вот вот выражение вот она как бы сказать экономическая сущность и подоплюка вполне материальные интересы здесь лежат вот поэтому значит ругать Путина зато в данном случае он был большой мирзавец мы это сказать никогда его там прогрессивным деятелем не называем но то что Россия не втянулась в прямое вооруженное столкновение это правильно этого нельзя было допускать так все спасибо заключительное слово Виктор Аркадьевич пожалуйста так товарищи значит всем спасибо за внимание раз за вопросы два ну и все понимаем что тема это очень серьезно и сложное и связана она прежде всего с тем вот моментом который мы с вами попробовали попробовали затронуть что ли какова опасность и возможность возрождения возрождения фашизма или скажем так элементов фашизма в России и я еще раз повторяю что возможно потому что вот у меня мать была в числе тех блокадников которые в 93 году не пустили Собчака на Пискаревское кладбище я вот тогда на кладбище возглавлял нашу колонну они значит туда рванули я говорю мать ну все-таки кладбище не то место где политические такие действия проводят не совсем удобно она мне говорит ты в блокаду был здесь не был мне неудобно ты стой а я побежал пошла там и не пустили они Собчака туда понимаешь на кладбище так я просто к тому что она умирала и говорила как они могли вот как они могли значит вместо нашего красного флага вывесить вот этот фашистский асовский как они могли переименовать город Ленинград который мы же мы же отдали жизни за него у меня отца похоронил и сотни тысяч так сказать на Пискаревке как они могли вот как они могли они ведь сейчас этим гордятся я имею ввиду флагом и тем что они вернули институт господ и частную собственность и развалили союз и ликвидировали советскую власть могли могли поэтому они и дальше могут двинуться не надо не надо значит думать что значит есть предел значит мерзавцы и подлецы они предела не имеют поэтому призыв фучика что люди будьте бдительны да он на все времена сохраняется а для коммунистов еще совет чтобы своими мозгами работать и руководствоваться наукой теорией чего я нам всем вместе желаю успехов в борьбе тема следующего занятия коренные вопросы русской жизни занятия проводит профессор казенов м м м м м м м м м Продолжение следует...